Привет! В этом видео мы будем проверять наш замес и процеживать его. Мой замес настаивался около 8 часов. Теперь давайте снимем пленку и посмотрим, что же получилось. Рыжий цвет остался даже на белой ракушке. Красящий пигмент хны проник через пищевую пленку. Белая бумажка теперь уже тоже не белая. Это был первый тест и он говорит нам о том, что хна начала давать цвет. Но не стоит опираться только на эту проверку, потому что бывает и такое, что хна хорошая, но цвет не отпечатался. Поэтому есть еще несколько проверок. После снятия пленки мы внимательно смотрим на цвет пасты. В предыдущем видео я говорила, что когда хна дает цвет, она темнеет. Ложкой мы отодвигаем верхний слой пасты и видим, что внутри хна светлее, а наверху темнее. Это хороший знак. Но это опять не значит, что такое будет всегда. Самая лучшая проверка это, конечно же, цвет на нашей коже. Вы можете сразу нанести точку на запястье, продержать пару часов хну и посмотреть цвет. А можете сразу нарисовать мехенди после того, как перельете хну в конус. Теперь тщательно мешаем нашу пасту еще раз. Я вижу, что комочков у меня почти не осталось. Они растворились во время настаивания. И после настаивания хна стала немного мягче и пластичнее. Если вы увидели после настаивания, что вам необходимо добавить что-то в хну, то можете это сделать. Если она слишком густая, можно добавить масел или воды. Если плохо тянется, то сахара. Если жидкая, то добавить немного хны. В последнем случае необходимо будет еще раз ее настоять хотя бы один часик. А в случае с водой, сахаром и маслом надо просто хорошо перемешать и уже можно заливать в конусы. Но в моем случае я не сразу это делаю. Я люблю послушную мягкую пасту и в этом нам поможет капроновый чулок. Сейчас мы будем процеживать пасту, чтобы избавиться от оставшихся комочков и сделать хну еще более мягкой. На стакан также натягиваем капрон, но уже оставляем маленький провис в центре. Сюда, в центр, мы выкладываем всю нашу хну. Процеживать можно в пакет. Большой конус или морковный пакет, который используют кондитеры для рисования на тортиках и печеньках. Имейте ввиду, что сильно мусорную хну может не получиться процедить, поэтому надо ее или хорошо просеять несколько раз перед замесом или приобрести более качественную хну. Я использую пакет и кладу носок с хной прямо в уголочек пакета, чтобы потом было удобно переливать хну в конус из уголка. Теперь нам нужна наша творческая сила в руках. После этого немного расправляю пакет и плотно перекручиваю его вместе с носком. Зажимаю внизу одной рукой и второй вытягиваю носок из пакета. Получается, что первой рукой я выдавливаю хну в пакет, а второй убираю носок из пакета. Но под конец не торопитесь носок резко выдергивать, а то можно сильно запачкаться. Вообще, когда делаете это первый раз, подготовьте заранее салфетки. В носке у нас остаются комочки, а в пакете процеженная паста. Теперь мы завязываем пакет и можем перелить нашу готовую хну в конус и рисовать мехенди. Делитесь в комментарии своими результатами, подписывайтесь на канал и до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok